всем привет друзья сегодня я подготовил для вас ответ на карантин челлендж который был запущен александром с канала моделист 762 тема челленджа рабочее место моделиста так что я приглашаю вас в свою мастерскую и мы посмотрим где я собираю модели и записываю ролики кстати это уже второй челлендж в котором я принимаю участие первый был посвящен модельным запасом и назывался соответственно хомяк челлендж 2 про автобиографию моделиста как-то обошел меня стороной но зато здесь я получил целых два вызова первый от евгения с канала хешков моделист и второй от кирилла с канала моё хобби моделизм отдал кирилла канал называется точно так же как и назывался ранее мой канал но об этом я рассказывал в одном из своих видео я же брошу вызов также двум каналам а кому именно скажу в конце ролика сейчас же приглашаю вас в свою мастерскую итак друзья вот он мой кабинет он же моя мастерская он же хранилище запасов и здесь же находится моя коллекция масштабных моделей кстати говоря дождался для съемок темноты поскольку днем против окна снимать было просто невозможно ну давайте начнем слева и пойдем по кругу здесь у меня находятся две витрины с масштабными моделями в сорок третьем масштабе относительно недавно появилась вот эта вот вторая витрина и когда я ее заполнил оказалось что модели занимают довольно много места я ожидал что здесь одна-две полки останутся под 35 масштаб но сейчас нужно будет что-то думать что-то делать коллекция у меня пока что не до конца сформирована не до конца организована и когда я наконец это все доделаю то сниму по ней отдельный ролик сейчас пока хочу показать как у меня устроены витрины по краю шкафа я наклеил вот такую вот ворсистую ленту которая используется для шкафов купе и таким образом довольно довольно таки внушительная щель у меня оказалась закрытая так что пыль сюда практически не попадает поставил освещение освещение у меня виде вот такой вот светодиодной лампы от самой лампы вывел провода с помощью вот таких вот клеммов их соединил и присоединил все это дело к вилке таким вот незамысловатым образом у меня организована подсветка ну конечно вот это все безобразие с проводами нужно еще как-то оккультурить возможно здесь поставлю какой-нибудь короб чтобы спрятать все эти вот клеммы провод пущу наверное вдоль стены но это еще будет позже еще подумаю как вот это вот пространство между шкафами лучше организовать далее нижняя часть витрины пока у меня не особо организована здесь вот некоторые модели находятся запчасти коробки для ближайших стройки обзоров и также вот частично собранная модели вагона и внедорожника банка далее наверху несколько нераспакованных посылок здесь и вот на соседней антресоли далее внутри внутри мои запасы в отдельной коробке от танка т-54 1 у меня находятся фигурки я их все распаковал и сложил вот так вот в одно место гораздо удобнее ниже в нижнем шкафу также запасы здесь в основном и 7 паровоз долгожданный мастер бокс и некоторые другие модели далее вторая витрина наверху я и сказал несколько посылок в этом шкафу не модельная тема скажем так далее вторая витрина с моделями в 43 масштабе и ниже нашлось место для сборных моделей 35 масштаб единственная модель в семьдесят втором масштабе и некоторые недоделанные проекты над оформлением этой полки конечно стоит еще поработать я думаю стоит сделать подставки под модели ну или каким-то другим образом облагородить эту экспозицию ну и вообще я все-таки планирую немного потеснить 43 масштаб и поставить 35 чуть повыше далее ниже здесь у меня всевозможные материалы дубль автолегенд смотреть смотреть особо не на что не особо здесь все организовано далее на этих полках немного литературы сувениры всякие кстати тыковки собственноручно привезенные женой из китая но это было еще до того как вирус короновали далее здесь у меня папки с журналами давайте посмотрим в общем преодолел муки совести и попробивал журналы дыроколом по большому счету никакой информации эти отверстия не зацепили но стало гораздо удобнее все это сложить вот такой вот красивый сегрегатор разложил не по номерам а по маркам автомобилей далее следующий антресоль здесь у меня несколько моделей авиации папки с инструкциями со всевозможными материалами в общем шкаф не особо заполнен так что место складывать запасы еще есть далее пара посылок нераспакованных и мой любимый термос здесь подарок от друзей такая вот инсталляция с корабельными с морскими узлами и к ней прямо-таки напрашивается деревянная модель корабля но я думаю однажды хотя бы простенькая у меня появится есть одна уже на примете так что я думаю рано или поздно я ее приобрету и соберу далее пазл повесил сюда в рамку собирал его довольно давно еще наверное в студенчестве если если даже не в школе но вот долгое время он лежал пылился и вот наконец я ну не так давно уже наконец подобрал к нему раму и повесил нашел нашел для него место далее здесь у меня рабочий стол рабочий компьютер за которыми я собственно монтирую ролики ну и конечно же работаю свою основную работу веб-камера здесь же на которую я одно время пробовал снимать ролики и вести стримы но она меня не совсем устроила так что сейчас выполняет свои прямые функции но на стримах я ее использую как дополнительную камеру ну и вот наконец наконец мое рабочее место на такой треноге я снимаю ролики вот сюда вот крепится видеокамера таким образом что экранчик находится прямо перед лицом так что очень удобно собирать удобно делать обзор и контролировать все что находится в кадре тренога в целом практически не мешает но гораздо более удобный вариант существует и я думаю рано или поздно я поменяю себе эту установку и и приобрету более интересный штатив на рабочем столе у меня тут пара актуальных проектов которые я сейчас снимаю и собираю далее небольшой ящичек с инструментами в верхней части кусачки плоскогубцы колющие режущие инструменты далее блюд так такие тряпочки ручки щеточки ниже гнул к пинцеты маскировочные ленты и здесь у меня шпаклевка пластик и еще кое-чего по мелочи это палочки для смывки кстати обзор на них был на канале отдельно вот так вот нашел место для вольфовского ножа тоже кстати обзор есть на канале и также некоторые актуальные баночки которыми пользуюсь ставлю прямо здесь на столе свет на рабочем месте у меня организован с помощью двух таких настольных ламп в них яркие лампочки по 15 ватт на 6400 кельвинов то есть дают яркий белый свет давайте сейчас включим посмотрим вот так вот ярко освещается рабочее место комфортно собирать модели комфортно снимать ролики ну конечно без теневого освещения эти лампы не дают для идеального света все-таки лучше использовать какую-то светодиодную ленту но я думаю со временем и она у меня появится а вот здесь у меня небольшой обережек чтобы не терять детали такой вот домовенок обычно когда теряется деталь я его прошу вернуть домовой поиграл и верни на место а вот на этот маленький штатив я устанавливаю веб-камеру на стримах далее вот это вот у меня подставка под планшет опять же для стримов и вот здесь хочу показать еще одну интересную конструкцию я ее собрал из креплений для экшн камеры и сделал ее для того чтобы иметь возможность установить веб-камеру таким образом чтобы она снимала то же самое что и снимает видеокамера установленная на этот штатив сделал это для того чтобы иметь возможность снимать обзоры и одновременно с этим проводить стримы в общем интересная такая многоходовочка посмотрим посмотрим что у меня с этим получится я думаю подробнее это все обсудим уже на первом стриме в таком формате ну и раз заговорили про оборудование для стримов вот здесь у меня еще находится блок захвата один его кабель подключается к юсб в моем случае прямо в монитор но второй это hdmi подключается к разъему на видеокамере далее 100 лет уже кое-какие инструменты материалы здесь у меня материалы для для покраски кисти расходники для аэрографа набор для чистки набор крокодильчиков в остальных ящиках тоже всякие мелочи всякий всякого рода инструмент далее расположил два аэрографа несмотря на то что сейчас осваиваю уже вот этот вот взрослый компрессор но все же маленьким иногда пользуюсь за все это оборудование огромная благодарность моим друзьями подписчикам очень ценю ваши неравнодушные отношения к каналу маленький аэрограф это подарок от евгения хешхох моделист на компрессор мы насобирали на стримах и второй аэрограф это подарок от александра канал все о хобби наверху у меня сложены наверное самые крупные модели в моих запасах это коллекция танков т-54 т-55 грант и сушки от мини-арт ниже такая импровизированная полочка со всевозможными аксессуарами начатыми моделями запчастями вот таким вот образом все подписал расфасовал по коробкам и здесь это все удобно и аккуратно сложено я думаю каждую коробку показывать смысла нет но по надписям вы поняли что здесь находится единственное что хочу показать вот это вот придумал каким образом можно хранить бокс арты во первых такие бокс арты которые рисуют владимир буд они достойны отдельного места в коллекции но во вторых пока модель не собрана они все же имеют некоторую ценность как инструкция то есть коробку я обрезаю оставляю только лицевую и заднюю часть и потом обе эти части склеиваю в итоге получается вот такая двухсторонняя карточка очень удобная удобная в хранении удобная в использовании и вот для этих всех коробочек бокс артов я нашел подобрал вот такую удобную коробку остальные коробки это почтовые это коробки из-под моделей мини-арт далее всевозможные пластиковые коробчонки здесь у меня фигурки некоторые аксессуары далее начатые модели вот полуторка здесь 43 масштаб здесь кавз ну и в остальных тоже какие-то запчасти далее на следующей полке химия приспособление от лазер модул гравер далее коробки также с моделями здесь если не ошибаюсь 43 масштаб ну и здесь сушка которую мы собираем на стримах далее два моих диплом чекам для них еще нужно приобрести рамку и найти им место на стенах первое это за участие в выставке 2017 году в музее файтон и второй это за сборку модели за 24 часа на выставке в днепре это уже девятнадцатый год кстати отчет об этом мероприятии у меня еще лежит не смонтированный так что я думаю скоро я его вам покажу далее ниже здесь небольшой бардачок из баночек палитр всяких скажем так емкостей под клей под краски здесь также вот материалы инструменты но в общем в общем некоторые вещи которые должны были быть под рукой и для них не нашлось каких-то коробочек здесь вот у меня отдельная коробка со всевозможными абразивами кусок пенопласта в которой я втыкаю детали на зубочистках и вот в этих всех коробках вот в этих вот 1 2 3 и 4 вот в этих всех коробках находятся краски давайте достану какую-нибудь одну и покажу как это выглядит вот оказалось коробки из-под а вода очень удобно подходят для хранения всевозможной химии здесь вот у меня хама пигменты в основном вот в черной коробки из-под блока питания валеха и в остальных тоже другая химия кстати для томиевских красок подобрал вот такой вот шикарный футляр покупал жене плойку и коробочка мне идеально просто подошла как раз и по высоте и по ширине сюда замечательно становятся томиевские баночки так что будем будем наполнять есть еще здесь куда расти кстати хранится это в одном из ящиков здесь также ватные палочки ватные диски прищепки зажимы и сумка с с гравером далее обзор на эту модель и сборка я думаю будут очень скоро на канале уже очень понравился мне этот трамвайчик так что не хочется с ним затягивать уже просто руки чешутся поскорее до него добраться и да да несмотря на все мои долгострой конечно он не первый в списке но все же все же крайне актуальная для меня модель и кстати вот еще интересную коробчонку подобрал из-под чая сюда идеально поместились три смывки отамии далее вот этот вот шкаф был когда-то антресолью но теперь я прикрутил к нему ножки и он стоит как тумбочка здесь также находятся запасы запасы сборных моделей некоторые материалы некоторые конвертики с алиэкспресс которые также еще надо вам показать и вот в этих вот коробках моя коллекция hot wheels который пока еще не нашлось место где-то где-то на виду как видите все мои витрины заняты 43 масштабом но для hot wheels теперь нужно будет что-то придумывать и находить для них места ну вообще по большому счету эта коллекция у меня сейчас практически не пополняется и мне в первую очередь нужно провести ревизию и понять что вообще с ней делать дальше кстати это самое касается из 43 масштаба но об этом мы поговорим в отдельном видео ну и в завершении хочу сказать что это далеко не первый вариант моего рабочего места и уж точно не последний здесь периодически так или иначе что-то дорабатывается или меняется возможно за время обзора я что-то упустил из виду или показал недостаточно полно и если у вас остались вопросы то напишите в комментариях я обязательно отвечу а если же вопросов будет достаточно много то возможно это потянет на дополнительный ролик итак друзья вот такое вот у меня рабочее место если понравилось обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал и напишите комментарий под этим видео ну а сейчас я скажу кому передаю свой вызов как я и говорил это будет два канала первый михаил баст мастер второй евгений май моделизм жду ваши ответы очень интересно посмотреть как организованы у вас рабочие места а я же на этом с вами прощаюсь обязательно подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали и не забывайте поддерживать ролик лайками комментариям я благодарю вас за внимание всем пока и до новых встреч